Библейский портал экзегет.ру представляет 43-й Псалом, читаю в переводе Российского Библейского Общества для библейского портала Экзегет Псалом носит под заголовок, как и 41-й, начальнику хора Псалом сынов Короха, песня искусная То есть это Псалом, который исполняют некоторые группы священнослужителей, левитов И 41-й у нас задал тему для всей второй части Псалтирии, 42-й немножко ее развил, но в отношении подлых людей, которые мешают псалмопевцу А 43-й отвечает на очень важный вопрос. Вот 41-й и 42-й, они вообще-то вместе на самом деле Это один, по сути, Псалом, только он у нас разбит на два Он говорит, уповай на Бога, я еще буду славить Его, Он мой Спаситель и Бог мой А с чего ты взял? Ну, представить себе Творца Вселенной, который, как мы сегодня это понимаем, там, миллиарды лет назад создал галактики И так далее, может быть, тогда они понимали это немножко иначе Но неважно, вот это все вокруг нас, этот бесконечный, удивительный, прекрасный, сложный мир Ему есть дело до такой козявки, как я Вот то, что я в своей депрессии тут хожу и ную с утра до вечера и говорю, Господи, Боже мой, пожалуйста, избавь меня от этих грешных Пожалуйста, дай мне чувство радости Вот я Ему нужен? Не смешно ли это звучит вообще-то? Псалом длинный я прочитаю не сразу, а кусочками Мы слышали, Боже, своими ушами рассказы наших отцов о том, что Ты сделал в их времена в те далекие дни Своей рукой Ты другие народы изгнал, а их насадил, как сад Все прочие племена сокрушил, а им даровал простор Не мечом они эту землю добыли, не их сила победу им принесла, но рука Твоя, десница Твоя Сияние лика Твоего, ведь Ты любил их Ты, о Боже мой, царь, не спошли спасение Израилю, с Тобой мы, как быки, опрокинем врагов, с Твоим именем их растопчем Не на лук мой, надежда моя, не на меч и не меч мой, спасение мое Это Ты нас спас от врагов, наших недругов посрамил Мы весь день восхваляем Бога, вечно славим имя Твое Музыка Ну, музыка здесь перевод еврейского слова села, который иногда встречается В общем-то, мы не понимаем, что значит, вероятно, какое-то просто замечание о том, как надо исполнять этот псалом Там какая-то пауза, в это время играют музыкальные инструменты, потом они опять поют Так вот, на каком основании псаломопевец надеется, что Бог ему поможет? Очень часто молящийся Бога использует как такую затычку Вот где-то у него протекает что-то, там не хватает чего-то, он туда Бога сразу Вот, Боже, сделай так, вот у меня тут такая проблема И он Богу как такой заказчик придирчивый, мастеру, которого он вызвал по ремонту Вот здесь надо, здесь надо, здесь, то, сё, пятое, десятое, давай, работай Бог немножко другой И можно от него ожидать того, что он обещал и того, что он притворяет в жизнь А не пытаться его всунуть всюду Как часто бывает у людей, вроде бы, искренне верующих И псаломопевец этот псалом с этого и начинает Мы слышали своими ушами рассказы наших отцов о том, что ты сделал в их времена То есть не мы тебя заставляем это делать Мы стараемся вникнуть в историю твоих отношений с нами Как со сложно устроенной общностью, с народом Божьим В Ветхом Завете это Израиль, в Новом Завете это Церковь, да? Мы знаем, что ты делаешь для нас И поэтому мы так живем Ну, как домашнее животное Вот у меня два кота, они знают, что их кормят утром и вечером Не потому, что они мяукают громко, а потому, что их кормят утром и вечером И они привыкли, они этого ожидают, они просят этого Вот так от Бога мы знаем, что он делает какие-то вещи Мы ожидаем их, а мы просим их, да? Но не потому, что мы его заставляем своими ритуальными действиями, молитвами Своей праведностью это сделать И интересно, что он вспоминает Как Бог изгнал другие народы и насадил израильтян как сад Даровал им простор, причем они победили не мечом У них не было военного превосходства над хананиями Когда они вторглись в обетованную землю, в ханаан И завоевали ее, но у них был мандат от Бога, да? У них было вот это обетование, что они ее, эту землю для себя добудут Это с ними и произошло То есть только его именем они это сделали И для человека даже в его каких-то мелочных проблемах Даже в его повседневной жизни вот этот опыт всего народа становится определяющим Господи, так ты обошелся со всеми нами и со мной, пожалуйста, продолжи те же отношения Я вступаю, я продолжаю их со своей стороны И я жду, что ты тоже их продолжишь со своей Вот когда человек приходит в церковь В Ветхом Завете, когда он рождается в израильском народе Или присоединяется к нему, как мавитян кровь сделала Он вступает в эти отношения В Новом Завете, соответственно, когда он приходит в церковь, становится христианином Он не просто... Ну вот он сам по себе там стоит и чего-то Богу жалуется И о чем-то его просит Но он становится наследником обетования, как это будет названо у апостола Павла Вот то, что относилось к далеким предкам, к прадцам, относится теперь и к нему И вот, собственно, это и дает ему надежду Все бы хорошо, если бы так вот хоп, и мы всех победили Что ж ты нас опозорил, отверг, с нашим войском уже не идешь Обратил нас спять перед недругом, нашу землю враги разорили Отдал нас, как овец на убой, нас рассеял по всем народам Ни за что уступил свой народ, за бесценок продал его На посмешище отдал соседям, на бесчестие поругания Сделал притчу его языцах, все народы на нас кивают Мой позор весь день передо мной, и лицо покрыто стыдом Поношение и ругань вокруг Смотрят мстительные враги Да, все это случилось с нами, но мы тебя не забыли Договор с тобой не нарушили, и не дрогнули наши сердца Мы не сошли с твоего пути Ты поверг нас туда, где бродят шакалы Ты в смертную тьму погрузил нас Если бы мы забыли имя Бога нашего К чужому Богу простерли руки Разве скрылось бы это от Бога? Знает он, что таится в сердце Что-то совсем не похоже на то, что я сейчас только что говорил Смотрите, вроде бы он говорит, псалмопевец, ты наших прадцев И, собственно, нас защищаешь, хранишь, даешь нам победу над врагами И тут же он объясняет, что все совершенно не так на самом деле Ты нас рассеял, опозорил, враги захватили нашу землю Псалом, скорее всего, написан у времена Вавилонского плена Когда действительно ситуация именно такова Это немножко поможет ответить на вопрос Почему так мучительно в предыдущих двух псалмах Псалмопевец, который явно священнослужитель Хочет сходить в храм Ну, сходи, в конце концов Так храма нету Вавилонский плен все разрушено Ну, это догадка, мы точно не знаем По крайней мере, очень похоже на ситуацию Вавилонского плена На посмешище отдал соседям Сделал притчу в языцах Израильский народ фактически рассеян Уничтожен как народ А мы тебя не забыли Договор с тобой не нарушили Не дрогнули наши сердца То есть, смотрите Вот здесь они говорят Да, мы продолжаем эту линию отношений Да, Господи, мы с тобой Вообще-то мы очень много найдем В Ветхом Завете покаянных молитв И как раз рассуждений Особенно у пророков о том Что вообще-то народ отверг Бога Что вообще-то народ впал в язычество И, собственно, в Вавилонский плен Последствия этого выбора Но ведь это как посмотреть Да То есть, вот здесь какая-то часть народа Народ никогда не бывает единым полностью Да, только вот в советской пропаганде Там народ это все в ногу шагают Одно и то же поют Какая-то часть народа отвергла Какая-то сохраняет память Ну, так колеблется А какая-то верна Богу Как даже книг Даниила описывает Там все отступились А Даниила и еще три отрока Они сохранили вот свою такую Израильскую идентичность Сохранили свою веру И ведут себя как израильтяне Даже когда это совершенно невыгодно И довольно сложно делать Вот, наверное, от таких исходит эта молитва Да? Мы свою часть завета стараемся исполнять И при этом За тебя нас каждый день убивают Мы стали словно овцы на бойне Вступись, Господь Что же ты спишь? Пробудись, не бросай нас навеки Зачем ты от нас отвернулся? Не видишь нашего горя и бед? Наши души, поверженные в прах Тела наши втоптаны в грязь Встань и помоги нам Будь же милостив к нам, спаси Вот, собственно говоря, молитва Которой завершается этот псалом И, может быть, он помогает нам ответить на вопрос Почему так унывает и страдает псаломопевец Предыдущих двух Но это не только ситуация плена Это ситуация какого-то унижения Какого-то позора И каждый человек ее переживает периодически И общности людей Народы, государства, нации Церкви, конфессии Тоже ее переживают За что же с нами так? Мы же храним верность тебе Не бросай нас Но, смотрите, вот В этом псалме может быть только один Очень важный урок Стоит запомнить Когда мы переживаем это время унижения и позора Как правило, мы начинаем объяснять Какие они плохие А здесь псаломопевец объясняет Насколько мы с Богом Что очень важно Единственное, что дает надежду на восстановление Что дает возможность добиться своего Победить, это быть с Богом Они объясняют, что вот они плохие Эти, те, вот они там нас обидели Нас угнетают Всегда нам гадости делают Вот этих объяснений Всегда выше крыши Но они ничего не значат Потому что, как в этом псалме говорится Это ты Ни за что уступил свой народ За бесценок Продал его здесь Даже упрек Богу Господи, ну что Что ты нас за три копейки Врагам отдал Вообще даже бесплатно Зачем ты это сделал Это упрек Богу Но одновременно Это очень четкое осознание того Что вот не эти другие виноваты А что-то сломалось в наших отношениях с Богом И мы очень хотим это починить В псалме больше ничего нет Здесь нет рецептов, как это сделать Здесь нет даже уверенности, что это произойдет Но это вот какой-то очень важный Такой шаг для человека Который смотрит на печальное положение Своё личное или своего народа, государства, страны, общности, церкви и так далее И хочет что-то по этому поводу сделать Что-то сломалось в отношениях с Богом Надо чинить Вот, собственно, ничего другого в этом псалме и не найдется А следующий, 44-й, выступит таким резким, неожиданным контрастом к 43-му Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok